Всем привет! Сегодня я наезжаю в квартиру к Новому году. Достала коробку со снежинками, чтобы наклеить их на всё вообще, что есть в квартире подряд. И обнаружила письмо. Фотографию приложу к ролику. Зачитаю вам. Дорогая Даша версия декабрь 2016. Пишу тебе Даша версия январь 2016. Как ты надеешься, всё хорошо. Пишу тебе это письмо с целью замотивировать тебя. Согласись, когда в конце декабря 2015 ты наряжала ёлку, откровенно смухлевала. Игрушек мало, дождика нет вообще. Помнишь, ты и сама жалела, что не воспользовалась дождиком. Мишуры тоже. Кстати, не забудьте и в этот раз вплести ту ёлочную гирлянду в волосы. Но что красиво же вышло и символично между тем. А, ну и что я вообще стала писать тебе письмо-то? В январе пришёл конверт от профессора Наины из Аргемона. В том числе в конверте была открытка, которую можно вешать на ёлку. Там и петелька есть. Сейчас она в магнитном фотоальбоме, где ты открытки хранишь. Второй альбом, красненький такой. Обязательно повесь эту открытку на ёлку. Теперь в бумажных снежинках. Вдруг забудешь. Ты очень удачно наклеила их на впуклую часть дверей в туалет и в ванную. Но помнишь, по артикали так несколько в одном цвете. И помнишь, что теперь объёмные снежинки ты вешаешь не только на входную дверь, но и на все двери комнат, кроме кухонной. Прошлогодним уже наклеенным на снежинке скотчем не пользуюсь, держать не будет. Клей новый. Ну, наверное, всё. Береги себя. 30 января 2016. Очень приятно было обнаружить такое письмо с указявочками. И очень полезно, потому что про ту открытку, которую можно вешать на ёлку, я совсем забыла. Забыла про впадины на дверях, в которые можно вклеить снежинки. И это письмо мне пригодится и в этом году тоже. И вообще, ребятки, знаете, отличная идея писать себе письмо, прятать её в коробках для украшения дома, а потом, позабыв о нём, совершенно обнаруживать и читать. Это весьма занимательно. Так как я это письмо писала в 2016 году, я читаю его уже не в первый раз, но каждый раз оно доставляет неприятные эмоции. Надеюсь, я подала хорошую идею. Пока!